Всем привет! Привет тем, кто нас смотрит, привет тем, кто доходит до нас. Добро пожаловать на 78-й Moscow Python митап. Меня зовут Валентин Добровский, сооснователь сообщества Moscow Python и компании GeekFactor.io. Сегодняшний митап проходит при поддержке компании GeekFactor, Euron. И, конечно же, большое спасибо компании Joom, которая принимает нас в этом замечательном офисе. Да, кстати, кто был на экскурсии в офисе, как вам вообще? Как вам офис? Классно, да, мне тоже очень понравилось. Мы были в гостях у разных классных компаний, но как бы не в обиду, друзья. Ну, как бы тут, конечно, да, прям атмосфера, обстановка очень-очень-очень приятная. Всем советую, как говорится, брать пример. Итак, сегодняшний митап. Нас ожидают вот такие доклады, я думаю, вы видели это. На нашем сайте, в анонсе и так далее. Не буду глубоко на этом останавливаться. У нас есть чат в Telegram. Кто вообще в чате, в Telegram нашем присутствует? Поднимите руки. Ну да, окей. Кто не присутствует, заходите, там весело спорят про макбуки часто. Что еще там у нас, Сереж? Про что там спорят? Про все. Собственно, спорят про все, кроме Python. То есть там запрещено, единственное, что там запрещено обсуждать Python. Вот. Ну, это шутка. Это шутка. Нет, не запрещено. Но он там присутствует. Надо какую-то аналитику, машин леонинг, да, и паранализировать сообщение, сколько процентов вообще касаются разработки Python и так далее. Я думаю, что будет процентов 10, наверное. Вот. Ну, в общем, там весело. Да, ну и, конечно, читайте все описания, чтобы сразу понимать, куда вы попадаете. Так. Да, PyCon. Кто собирается на PyCon? Что-то мало. Кто вообще знает про PyCon? Чуть больше. Окей. Теперь, кто не знает про PyCon, вы знаете, что есть PyCon. Хорошее мероприятие. Мы, как я уже говорил, пока приостановили работу над Moscow Python Conf. Я не скажу, что PyCon – это замена, так сказать, Moscow Python Conf. Нет, это совсем другое мероприятие, но оно тоже классное. Делают классные ребята. Заходите на сайт, смотрите, регистрируйтесь. Можно будет потусить, собственно, в Москве в CDP. Обещают, что в первый день, кажется, они даже проведут костер, который является традиционным для загородного формата PyCon. Я не знаю, что они будут делать. Я надеюсь, что не сожгут CDP. Но можете убедиться в этом, собственно, как говорится, своими глазами посмотреть. Хотел сказать также немножко про наши курсы Learn Python. Сейчас курсы проходят только в онлайн формате. Ну, так получилось, что-то случилось. Вот, соответственно, с сентября у нас стартует новый набор. При этом мы, опять же, по причине того, что тут-то случилось, мы снизили цену на онлайн набор. Посмотрим, что из этого получится. Будем рады видеть тех, кто хочет прокачать свой Python. Ну, или расскажите друзьям. Вдруг вы захотите, чтобы они тоже стали Python-истами. Ну, или просто получили дополнительный полезный навык в своей работе. Например, если ваш друг задолбал вас вопросами, типа, напиши мне какой-нибудь скриптик там, вот, чтобы он что-то там сделал, вы можете его отправить к нам на курсы, чтобы он сам этим занимался. Классная идея, мне кажется, да? Вот. До конца июля действует совсем пониженная цена, после будет чуть повыше. Заходите, регистрируйтесь. Welcome. Да, и опять же, про курсы. У нас есть джуны. Собственно, вот с выпуска, который у нас заканчивается. Собственно, в эту субботу. Если вдруг кто-то нанимает джунов, если вы знаете таких людей, расскажите им про это. Мы можем с вами поделиться, собственно говоря, списком классных ребят, выпускников наших курсов. Это все.